Итак, где мы находимся? В том самом месте, куда люди приезжали. То есть мест таких было раньше-то немного ЦУМ, Детский мир, Огни-магнитки, Золи Урала и Орбита. А других мест в свое время больше не было. Ну, там чуть-чуть, да маленечко, кое-где что-то присутствовало. Сейчас, конечно, все поменялось. Поменялось, не знаю, в лучшую или худшую сторону. Но что мне сейчас не нравится, то, что я не вижу людей, которые хотят вам показывать и продавать, в том числе, компьютеры. По одной простой причине. Я очень люблю компьютеры. Без компьютеров я бы, естественно, не жил. Потому что камеры для меня мой смысл жизни, компьютеры для меня второй мой смысл жизни, потому что я и монтирую, и снимаю. Естественно, я 3D-графикой занимаюсь, поэтому без хорошего компьютера мне лоб никак. И поэтому компьютеры, да, это очень хорошо. Хорошо. Где такие компьютеры я могу сейчас купить? Вы думаете, что в торговых центрах? Поверьте мне, я себе нормальную машину там себе купить не могу. Это однозначно. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что мне же не просто нужен игровой компьютер. Мне надо что-то круче, интереснее, вкуснее. А круче, интереснее, вкуснее это только если бы я смог что-то собрать. Зайдите в любой центр и спросите, можете ли вы нам что-то собрать? Я гарантирую, что вряд ли. Потому что там стоят продавцы, которые тоже деньги зарабатывают, которые хотят на этом иметь финансы определенные. Им абсолютно фиолетово, что вы возьмете. К слову о том, что сегодня и сейчас вы себе компьютер можете купить, да. Ну, это же не тот компьютер, который был раньше. Да, в свое время дело-то быстро ускорилось. То есть, когда XT-шки перешли на 286, потом 386, четверки, пятерки, а вот на этом все и закончилось. P2 и вот все. То есть, в принципе, P2 в другом варианте вы сейчас себе можете купить. И чуть больше и вкуснее. Теперь вопрос где? Я предлагаю зайти сюда. Здесь есть очень хорошая контора под названием Byte. Это, похоже, единственная контора, которая продолжает работать. И эта контора располагается здесь, на улице Карла Маркса, 164. По сути, я ненавижу обман. Обман у нас присутствует везде. Вернувшись к истории вопроса, мне, как и многим от годов 45, пришлось видеть то многое. Я себе не старался купить IBM, потому как все очень быстро менялось. И за 7 лет из XP появились вторые пеньки, кои работают до сих пор, практически тоже и с машинами. Были четыре класса Мерседесов и три бумеров. Стало многое непонятно для кого предназначенных. То бишь, часть истории, как и часть нашего естества прошло прямо через наши руки. И самое забавное, что лучший имитатор полетов, а это без лишних прикрас, прошел свой путь с 2001 года. И сейчас круче него Илд 2 и не придумано. По сути событий, все шутеры как работали тогда так и работают на тех же самых двухпроцессорных пеньках. То есть, когда нам говорят о различных типах машин, для дома я скажу, что самый крутой геймерский стейшн это далеко не 27 тысяч. Там примерно 1300 и не менее того. Хотя зачем это надо? Таких игр-то очень мало. Их немного. Чтобы 4К, и это было круто. Реально достаточно той машины от 2006 года. Итак, господа мои. Я вам сейчас кое-что продемонстрирую. А 80, точнее 90% зрителей не понимают, что это такое. То есть, вот это называется процессор. Для бука, естественно. Вот это стандартный процессор. Вот это память. Материнские карты, они находятся здесь. За моей спиной вот здесь находится. Это называется охлаждающие штуки к вашему процессору. Потому что процессор греется. А вы об этом не знали. Так вот, мы вам это и доказываем. Те, кто не совсем понимает, что такое компьютер. Вы, конечно, понимаете, что компьютер для чего он вам нужен? Для того, чтобы залезть в интернет. Да, сегодня, сейчас немножко по-другому стало. Но давайте все-таки зададимся вопросом. То есть, у меня, я себе купил в свое время очень неплохой компьютер. В 2006 году. По сути событий. Он был красиво сделан. И он до сих пор реально работает. То есть, 12 лет он работает. И так же показывает мне то, что я все в интернете. И так же на нем могу монтировать. И так же я на нем могу сделать 3D-графику. И так же я могу много чего-нибудь сделать. Потому что, потому что это дело собиралось. Собиралось качественно. Я вам скажу, что и тогда, и сейчас хороший компьютер прыгает от цены в 1000 долларов. Да, вы не знали об этом? Я вам об этом говорю. То есть, когда вы ходите и вам говорят, что вы возьмете себе крутую, навороченную игровую станцию. Ну, во-первых, сейчас потихонечку объясню. Уж совершенная и современная игровая станция, это никак не 1000 долларов. Это где-то ближе к 3000 долларов. Потому что там еще видеокарточка надо. 780-я TI-ка. Она сама стоит там практически 80 тысяч рублей или 70. Ну так. Жесть. И вот тогда это будет компьютер. Но с другой стороны. 2006 год. И до сих пор, и вообще, я замечательно играю в замечательный и обалденный симулятор под названием Ил-2. Так вот, Ил-2 появился в каком году? В 2001 году. И он до сих пор реально работает. Так же, как и все то, что было в тот самый момент. Потому что сегодня, сейчас, да, люди стараются вам показать, что такое 4К. Но не у каждого есть 4К телевизор. Обыкновенный стандартный мониторчик. И стандартного разрешения вполне хватает. То бишь, если вы что-то решили себе купить, мой вам грамотный вариант прийти все-таки сюда. В магазин Байт. Две точки находятся здесь, в Зорях Урала. И на Турда 31. Там вам реально все это дело покажут. И объяснят. И соберут. И даже если что-то случилось, я вам не говорю, что необходимо покупать что-то новое. Потому что что-то новое, это сейчас, ну вы представляете, да? Никто не хочет продавать вам технику, которая будет работать годами. Я это в свое время купил. Да и сейчас можно такую купить. Только она стоить будет совершенно других денег. И вы даже если сходите везде, по всем этим торговым центрам, кое-что расплодилось, ну 4-5 штуки по городу, да? Вы никогда себе не соберете качественную штуку. Качественный компьютер. Лучший компьютер. Грамотный. Вы соберете себе только благодаря людям, которые работают здесь, в этом магазине. И вот тема очевидная. Лучше не спеша найти правильную мамку, инсталировать качественный и проверенный процессор. Большую память. Воткнуть изумительную графику, должный винт. И по сути по цене дилерской машины для типа интернета вам машины для большей части игр хватит. А о качестве разговора нет. Здесь все проверяют. И вы получаете лучший результат. Итак, мы о чем говорим? О том, что если мне нужен хороший компьютер, я по сути событий не могу его себе купить. Потому что я не могу себе его позволить. Можете собрать у нас компьютер, который будет всем требованиям, в принципе, удовлетворять. Он будет работать отлично. Даже не из новых запчастей. Но запчасти будут реально хорошие и реально проверенные. Мы собираем все проверенное много раз. Специальными программами. Поэтому бояться, что оно будет не новое, не надо. Реально будет все хорошее. То есть давайте все-таки обратимся к цене вопроса, да? Потому что вот мне сейчас говорят, ты можешь себе купить типа игровой компьютер за типа 28 тысяч рублей. Что я у вас возьму? За 28 тысяч можно взять очень хороший компьютер, который в магазине будет стоить 50 тысяч. Это как минимум. Вот. Гарантия будет. Либо даже еще заводская. До 10 месяцев гарантии. Либо наша. Ну, около месяца. Но за месяц можно проверить все. Вы полностью проверите. И потом мы даем свой сервис, что вы будете приходить, и мы вам будем и настройки делать. Все гораздо дешевле. Чем где-либо. Чем где-либо совершенно, это точно. Теперь другой вопрос, да? Ну, компьютер это для меня, естественно, хорошо. А есть люди, у которых ноутбук есть? У вас те же самые ноутбуки, но я посмотрел. Вы внимательно смотрите. Так, чтобы человек, во-первых, пришел к вам еще раз. Потому что у ноутбуков есть маленький нюанс. Их необходимо чистить, их необходимо смазывать. Если мы берем ноутбук у вас, у нас никаких проблем не возникает? Все буки проходят предпродажную подготовку. Все чистятся, все заново, с нуля настраиваются. И бук, в принципе, у нас, когда продается, продается практически как новый. То есть в состоянии нового. Естественно, по цене, опять же, гораздо дешевле, чем в магазине. Бывает, что в разы. То есть идем к вам, по сути, с собой, и по-другому не получается. И маленький вопрос, естественно, в оконцовке. Я по многим вещам хожу, да, кто там продается, комиссионки, естественно. Я не вижу качественного подхода. То есть у вас заинтересованность есть. Люди просто берут и продают. Вы делаете, додумываете и переделываете. Да, мы делаем все. Наша фирма существует уже больше 15 лет. И много покупателей. И они готовы приходить еще и еще, потому что их устраивает наша работа. И мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. К сожалению, вы представляете, вот я сейчас нахожусь в той точке, которая в Магнитогорске была горбушкой. То есть, представляете, да, в Москве есть всемирный центр торговли электроникой. Это горбушка. Другого варианта нет. Вы там не были? Я вам говорю, вы придите, да посмотрите, как это красиво. Я был в свое время в Пекине. Но там как-то все немножко совсем по-другому. Но вот то, что находится за моей спиной, это все обыкновенные предприниматели, которые чем-то занимаются. Раньше их было много. Господа, если вы хотите создать Советский Союз со своими вот такими косяками, давайте все-таки этого не делать. Потому что это и есть стартаперы. У них в голове ум есть. Понимаете? Они хотят этим делом заниматься. Так дайте им такую возможность, в конце концов. Вот вы понимаете, к чему все идет. А если не понимаете, то лучше обратиться к специалистам от фирмы Byte. Они есть здесь, в зарях Урала и на улице Труда 31. К слову о том, как здесь работают. Все проверяется от и до. Машины разбираются полностью и тестируются неоднократно. Конечно, правило должно быть вам понятно. Зачем продавцы машин и бытовой техники будут работать на десятки лет? Никому это сейчас не нужно. Телефон грохотится через три года. И после этого вы покупаете себе новый. Представляете, бизнес? То же самое с автомобилями. Типа быстрее и наворочней. Но извините, телефон стоит в разы больше компьютера. И даже с малой долей машинного времени он не справляется. Вам это надо? Мне нет. Я по телефону разговариваю. А на компах делаю лучшие передачи для вас, любимых. Не на дорогих компах, естественно. А если что-то и случится, то у меня дорога в Byte. И без него, по сути, никак. Пока.